В эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей. Первый рабочий день подошел к завершению и мои коллеги готовы поделиться с вами последними новостями Рязани. Смотрите в ближайшее время. Программа профориентации в нашем регионе реализуется вполне успешно. В РязГМУ прошел день открытых дверей. Всемирный день театра. Работников рязанских театров поздравили с их профессиональным праздником. В субботу 26 марта в торговом центре премьер молодой человек разбился, упав с третьего этажа. Первое сообщение о трагедии появилось в одной из групп в социальной сети ВКонтакте. Как следует из комментариев к новости, добавленных очевидцами, погибший решил прокатиться на перилах и сорвался. 21-летний рязанец спускался по эскалатору с третьего этажа. Желая прокатиться на подвижных перилах, он не удержался и упал на пол первого этажа торгового центра. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. По факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, около 21 часа 26 марта 2016 года произошло падение молодого мужчины с эскалатора торгового центра, в результате которого он погиб. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Николай Булаев избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Первое заседание нового состава ЦИК состоялось уже сегодня. Председателем ЦИК стала Элла Памфилова, экс-уполномоченной по правам человека Российской Федерации. Она и предложила кандидатуру Николая Булаева на пост своего заместителя. Элла Памфилова отметила, что Николай Булаев прошел путь от рядового учителя до руководителя крупного федерального ведомства, был депутатом Государственной Думы. За назначение Николая Булаева на пост заместителя председателя ЦИК проголосовало 12 членов избирательной комиссии. За последний рабочий день и минувшие выходные на дорогах области сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 40 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель отказался от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования. Еще 6 человек повторно сели за руль транспортного средства в алкогольном опьянении. В соответствии с статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, таким водителям теперь грозит не административное, а уголовное наказание. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения. Человек во время воздействия на его организм алкоголя или наркотиков не в состоянии контролировать свои действия. Реакция на подобные расслабляющие средства у каждого человека разная, но и агрессивное и пассивное состояние в равной степени является опасным при управлении автомобилем. В субботу около 6 часов вечера на улице Островского инспектора ГИБДД подали сигнал об остановке водителю девятки. Водитель, проигнорировав сигнал об остановке, продолжил движение и заехал во дворы. 523, останавливаемся. Останавливаемся. Все. Сотрудники полиции начали преследование нарушителя. Когда догнали, оказалось, что водитель находится в состоянии опьянения. Водитель не стал отказываться и сразу признался, что действительно принимал алкоголь. Алкотестер показал 1,11 мл на литров дыхаемого воздуха. Как выяснилось, в июне 2013 года водитель был лишен водительского удостоверения сроком на 18 месяцев, после чего еще три раза управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В результате чего лишен права управления до 2019 года, подвергался административному аресту два раза сроком на 8 и 15 суток и имеет неоплаченный штраф в размере 50 тысяч рублей. Теперь водителю грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы сроком на два года. Профориентационная работа в нашем регионе сейчас ведется активно и реализуется вполне успешно. Сегодняшние старшеклассники, будущие абитуриенты, выпускаясь из школ, как правило, уже имеют представление о том, кем бы им хотелось стать в будущем, какую профессию выбрать. Ну а рязанские вузы с радостью принимают выпускников в своих стенах. В Рязанском государственном медуниверситете прошел день открытых дверей. Более двух тысяч человек, старшеклассников и их родителей посетили Рязгамоу в минувшую субботу. Гостями вуза стали не только рязанцы. География мероприятий в этом году была куда более обширной. По количеству гостей на дне открытых дверей, наверное, можно сказать, что мы можем судить о том, как отработал вуз год. Насколько есть интерес, насколько есть желание у абитуриентов поступать, выбирать наш университет. И надеемся, что то количество, которое есть уже сейчас, оно говорит о том, что мы работаем в правильном направлении, стараемся следовать тем современным тенденциям, которые есть в развитии медицинского образования, выполнять задачи, которые стоят перед нами практически в здравоохранении, прежде всего, готовить хороших, квалифицированных специалистов. В холле будущие абитуриенты смогли получить информационный материал, ознакомиться по нему с работой и возможностями вуза, а также заполнить и оставить анкету с информацией о себе. Ну, я хотел бы узнать, во-первых, о перспективах обучения, о том, как это все будет проходить, сколько лет это будет длиться, ну, и хотел бы узнать о том, что предстоит мне увидеть в этом президентском университете. Ну, вот от этого дня ты сегодня чего ждешь? Вот от этого мероприятия? Ответы, наверное, на все вопросы свои, меня интересующие. Ну, получить как можно больше информации о преподавателях, о системе обучения, о правилах поступления, ну, о наличии перспективы по трудоустройству в дальнейшем. Ну, я собираюсь тут учиться, как бы. Мне очень важен этот институт, я среди многих его выбрала, потому что тут, как бы, много возможностей, все учителя, преподаватели, профессора. Ну, мне очень нравится этот институт, это уже по описанию. Мы приехали сюда, чтобы именно понять не только для нас, родителей, а чтобы ребенок сам понял, стоит поступать, не стоит, сможем мы, близко ли это нам или нет. Поэтому вот эти вот все манекены, да, здесь вся эта возможность попробовать все, считай, вживую, мне кажется, для детей это очень важно. Особый интерес вызвала площадка Центра симуляционного обучения РЯСГМУ. Сотрудники Центра с помощью тренажеров обучали всех желающих проводить сердечно-легочную реанимацию и извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей. Как думаешь, ему сейчас хорошо? Я думаю, ему будет хорошо, когда я его спасу. Ну, а те, кто не смог приехать лично, наблюдал за мероприятием онлайн. Трансляция велась на официальном сайте ВУЗа. Ее посмотрели посетители из всей России и зарубежных стран. Официальная часть дня открытых дверей проходила в формате вопрос-ответ. Школьники писали свои вопросы на листочках, которые отправляли на трибуну. На все интересующие вопросы отвечали руководители университета, деканы факультетов, представители региональной власти и Министерства здравоохранения. Очень активно ищем новые форматы для общения с абитуриентами, с родителями. Потому что здесь уже не первый год проводится встреча, где можно задать вопросы напрямую и преподавателям, и студентам, которые обучаются, и работодателям, те, в учреждениях, в которые придут наши выпускники уже. После окончания официальной части все желающие смогли ознакомиться с работой университета на обзорных экскурсиях. Гостям показали кафедры и музеи ВУЗа, Центр симуляционного обучения, бассейн, аквамед, библиотеку и другие объекты университета. Еще одно событие состоялось в выходные в РЯЗГМУ 26 марта. Там прошло открытие соревнований среди студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов. В состязаниях, которые проходят под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации, приняли участие более 100 спортсменов, будущих врачей. Ребятам предстояли соревнования по настольному теннису, плаванию, студенческому многоборью и гиревому спорту. 26 марта на базе Рязанского государственного медицинского университета состоялось открытие соревнований второго этапа фестиваля спорта среди студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов физической культуры и спорт «Вторая профессия врача». Мероприятие стало традиционным для РязГМО. В прошлом году в стенах университета прошел заключительный третий этап всероссийских соревнований. В прошлом году, как вы знаете, у нас был заключительный этап, третий, финальный. ВУЗы чередуюсь принимают ее. В этом году в честь проведения третьего этапа у Санкт-Петербурга, первого Питерского медицинского университета. У нас проходит второй этап. ВУЗов центральный федеральный округ, четыре вида спорта. Приехали все образовательные организации. Было соревнование по настольному теннису, плаванию, студенческому многоборию лихоатлетическому и лагеревому спорту. В состязаниях приняли участие более ста спортсменов из медицинских ВУЗов Воронежа, Иваново, Курска, Москвы, Смоленска, Твери и Ярославля. Их ректоры получили благодарственные письма от РязГМО за поддержку студенческого спорта. Я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Мы много говорим о здоровом образе жизни. Естественно, должны понимать, что если мы его пропагандируем, если мы говорим о здоровье, мы должны быть непосредственными участниками процесса. Поэтому всем здесь присутствующим и тем, кто не смог поприсутствовать, а хотел, я желаю спортивных достижений, успехов, здоровья, благополучия. И самое главное, берегите себя, не забывайте о спортивном травматизме. На церемонии открытия прошел парад команд участников фестиваля, вручение благодарственных писем ВУЗам за поддержку студенческого спорта и флешмоб, посвященный началу соревнований. Для детей, которые обслуживаются в комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани, инспекторы ГИБДД провели праздник по правилам дорожного движения – школа светофорных наук. Организован он был на автоплощадке, которая находится в детском развлекательном центре «Маленький принц». Роман Дворецков расскажет обо всем подробнее. Безопасности детей на проезжей части уделяется огромное внимание. Чтобы избежать трагических случаев на дороге, инспекторы ГИБДД города Рязани провели праздник по правилам дорожного движения – школа светофорных наук. В период школьных каникул сотрудники госавтоинспекции проводят занятия с юными участниками дорожного движения по безопасности. Так как дети больше времени в каникулы проводят на улице, часто гуляют, играют, иногда без присмотра взрослых, так как у взрослых каникул не бывает, они все-таки находятся на работе. Нужно, чтобы дети хорошо помнили о соблюдении требований правил дорожного движения. Ребята вспоминали сигналы светофоров, значения дорожных знаков и дорожной разметки, повторяли правила перехода проезжей части по пешеходному переходу. После чего дети разделились на две команды – водители и пешеходы и разбирали вместе с инспектором настоящие дорожные ситуации. Праздник был организован для детей, которые обслуживаются в комплексном центре социального обслуживания населения. Ребята остались в восторге от познавательного праздника, организованного сотрудниками ГИБДД. Всемирный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Традиционно он проходит под единым девизом – театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. Это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра. Это наш праздник – праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, по случаю этого знаменательного дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. А чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов. И Рязан не отличилась. Один за всех и все за одного. Следуя знаменитому мушкетерскому девизу, представители четырех областных театров 27 марта собрались вместе в стенах Рязанского театра «Кукол». Поздравить актеров, режиссеров, работников сцены пришли их друзья и поклонники, в числе которых оказались и такие высокие гости, как губернатор Рязанской области. Олег Ковалев поздравил виновников торжества и отметил высокий уровень профессионализма рязанских театральных деятелей. Благодаря им Рязань по праву считается одним из культурных центров страны, а наши театры и драматические, и кукольные театры, и соборные, и набирая силу музыкальный театр, они заслужили признание зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами. Также Олег Ковалев пообещал продолжать развивать материально-техническую базу театров и поддерживать любительские коллективы. Не обошлось в этот день и без наград, которые сотрудники Рязанских театров приняли не только от главы региона, но и от представителей областной и городской дум, а также различных ведомств и министерств. Мне хочется пожелать вдохновения, мне хочется пожелать замечательных ролей актеров, мне хочется пожелать новых идей нашим удивительным режиссерам. Ну вообще всего самого яркого, замечательного, потому что это очень трудно. Каждый день выходить на сцену или выходить в помещение рядом со сценой, да, или высоко над сценой и отдавать каждый раз частичку себя. Казалось бы, в этот день все служители Мельпомена должны отдыхать, принимать подарки и поздравления. Но нет, они вновь даже в свой профессиональный праздник выходят на сцену, чтобы порадовать зрителей своим мастерством. Так получается в нашей профессии, что мы очень часто дарим праздник людям, а своего профессионального праздника, он у нас всего один. И поэтому, я говорю, как бы и радостно, и тревожно с другой стороны. И вот в этом году мы собрались в театре «Кукол», и опять мы даже в свой профессиональный праздник работаем. Именно благодаря актерам даже официальная составляющая праздника была воспринята как часть театрального действия. Ну а после многочисленных поздравлений всех приглашенных ждал самый настоящий театральный капустник. Специально для него коллективы каждого театра – кукольного, драматического, музыкального и, конечно же, театра юного зрителя – подготовили небольшие номера, в которых раскрыли все грани театрального мастерства рязанских актеров. Родители всегда пытаются помочь своим детям в учебе и в жизни. Принимать активное участие в воспитании своих чад необходимо не только дома, но и в коллективе. Ведь именно в таких условиях ребята лучше всего адаптируются к жизненным реалиям. Поделиться своим опытом может каждый взрослый человек. И потому руководство школы номер один регулярно организует для своих подопечных совместные с родителями выездные мероприятия в лагере «Исток». Прошел слет для наиболее активных родителей, которые с удовольствием участвуют в досуге своих ребят. В эти выходные в детском лагере «Исток» в поселке Солочи прошел слет родительского актива рязанской школы номер один. 24 семьи, 30 родителей и 30 детей приняли участие в различных увлекательных делах. Чтобы сплотить нашу родительскую общественность и также для того, чтобы родители стали более активными участниками школьной жизни. Потому что слет действительно способствует тому, что их включенность активизируется, увеличивается число родителей, которые занимаются государственно-общественным управлением и активно проявляют себя в деятельности классных родительских комитетов. Они участвуют в общешкольных мероприятиях. Здесь зажигаются их сердца и, возвращаясь в школу, они сами обращаются к нам с инициативами об участии в том или ином событии школьной жизни. Квест, фотокросс, мастер-классы и настольные игры в этом году «Третий слет родительского актива» посвятили теме успеха. Вот сейчас мы находимся на мастер-классе на тему успеха – стать успешным. Далее у нас будут конкурсы, у которых родители смогут проявить себя как успешные люди и просто показать свои таланты. Также у нас запланирована дискуссия и мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей наших родителей. На одном из мастер-классов дети учатся азам актерского мастерства. С детям рассказывают про важность интонации и скороговорок. Никита говорит, что такие мероприятия кажутся ему важными, потому что на них он узнает много нового. Нас учат актерской речи, роли, как говорить, ну как бы если нет слов и на сцене говорить-то, импровизация обязательно нужна, вот честно, этому учат. А вот мама Никиты уже участница другого мастер-класса – для родителей. Сегодня они обсуждают залог успеха и как его добиться. Дети привыкли же видеть нас, родители, такие наустройки, да, мы ругаемся, мы их заставляем учить. И всегда-всегда, мы всегда, говорится, держим их в кулачках. Здесь, конечно же, ребенок видит маму, папу совершенно с другой стороны. И мама веселится, мама играет, мама шутит. Она также принимает участие в каких-то конкурсах. Соответственно, ребенок видит ее совершенно такой же девчонкой, наверное же. На этом мы завершаем наш новостной выпуск и прощаемся со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok